Утро от первого, мы на месте. Тринанс за работал, включи в эту сколу поезды. Изов принят, уезжаем. В Туркестане состоялось совещание по предотвращению преступности. На заседании присутствовали как местные жители, так и сотрудники правоохранительных органов. Главной темой совещания стала преступность среди подростков. В Туркестане раскрыто 9 преступлений, совершенных подростками. И хотя преступления раскрыты, важно то, что они были совершены несовершеннолетними. После совещания в Туркестане прошли рейдовые мероприятия по предотвращению преступности среди подростков. После совещания в Туркестане прошли рейдовые мероприятия по предотвращению преступности среди подростков. были раскрыты еще два преступления. По горячим следам нам удалось задержать граждан по подозрению в ношении и хранении холодного оружия. Также было выписано более 600 административных протоколов и выдворено на штрафстоянку 77 автомобилей. По словам руководителей областного департамента, подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе. На пульт 101 поступил звонок о том, что по улице Валиханова в одной из квартир идет дым и стоит удушливый запах. На место было направлено 3 единицы спецтехники и 20 человек личного состава. Прибывшие на место пожарные были вынуждены зайти в дом через окна. Владельцев квартиры на месте не оказалось. Таким образом удалось предотвратить возгорание. Вот что они вытворяют все. По встречке, пофиг. По ленгерской трассе. Смотрите, все машины, чтобы не врезаться, остановились на обочине. Им пофигу, абсолютно. По встречке едут и все. Свадьба в ленгере. У человека на крыше автомат. Вот мешает дорогу проехать. Устроились здесь. Абсолютно все по встречке. Впереди машина-карета, которая не дает вообще проезда никому. На мессенджер WhatsApp службы экстренного вызова телекомпании Отерар пришло видео. Гражданин снял на мобильный телефон необычный свадебный кортеж. По словам очевидца, кортеж выехал из той ханы Париж в поселок Ленгер и направился в сторону городом. Некоторые из свадебного кортежа выезжали на встречную полосу движения, тем самым создавали аварийную ситуацию. Автор видео просит сотрудников полиции установить личность водителей и привлечь к ответственности нарушителей.